Всем хай! С вами Алекс. И в этом видео я бы хотел обсудить такую тему, почему многие музыканты не используют мюзикмейкер. Причина бывает очень разная. Кому-то не нравится интерфейс, кому-то недостаточно функционала, а кому-то слишком дороговато или слишком дешево. Сегодня я вам покажу пару недостатков, которые 100% может оттолкнуть любого музыканта. Начнем с того, что у меня стоит лицензионная версия мюзикмейкер 2023 года. И первый недостаток заключается в том, что если я нажму на медишку, выделю допустим, и захочу нажать специальную настройку, где я смогу настраивать квантизацию, то у меня кнопка не будет работать. Нажимаю контроллер квантования, не работает. Нажимаю настройку квантования, параметры квантования, не работает. Я считаю, что это большой недостаток. Разработчики должны стараться делать так, чтобы каждая функция работала корректно. Следующий недостаток заключается в том, что у нас здесь два посыла. Как мы знаем, во многих новых секвенсорах, там FL Studio, Blitone, вы можете сделать столько посылов, сколько вам нужно. А здесь их всего два. И я считаю, что уже давно пора сделать так, чтобы мы могли добавлять очень много посылов. Потому что благодаря посылам вы можете сделать музыку еще атмосфернее, интереснее и так далее. Следующий недостаток это сайдчейн. Как мы знаем, что в Music Maker официально нету никакого плагина, при помощи которого можно было бы сделать сайдчейн. Для того, чтобы сделать хоть какой-то сайдчейн, то нужно искать какой-то плагин, который будет заглушать бас, когда играет кик. Кстати, на эту тему у меня есть видео. Советую посмотреть. Следующий недостаток заключается в том, что если мы будем использовать плагины, которые уже встроены в Music Maker, то если у вас заглючить секвенсор, или вы нажмете вот эту вот кнопку назад, то по каким-то причинам здесь все зависнет. И как только вы перезайдете заново в Music Maker, то те плагины, которые вы здесь настраивали, вам нужно будет заново проделывать настройки. Следующий недостаток, который я заметил, вот этот ползунок, он зависает, и мы не можем с ним ничего делать. Вот сейчас он работает, а может случиться так, что по каким-то причинам он возьмет и перестанет работать. Следующий недостаток Music Maker заключается в том, что мы здесь не можем поставить свой музыкальный размер. Я считаю, это для профессионала самый большой недостаток. Например, он же не хочет, сочиняя музыку только 4 четверти и 3 четверти. Он хочет поставить свой музыкальный размер, а он это сделать не может. И для того, чтобы решить данную проблему, либо ему придется будет перекидывать медишку в этот секвенсор, и уже сочинять музыку под свой метроном, который у него будет. Смотрите, здесь-то мы можем менять темп, почему они не могли бы здесь сделать такую функцию. Следующий недостаток, он незначительный, но было бы приятно, если они бы это исправили. Следующий недостаток заключается в том, то что если секвенсор был создан для начинающих музыкантов, то они могли бы сделать функцию лада. Что это такое? Когда вы включаете лад, вы можете спокойно определить, правильно ли вы сочиняете музыку, гармонично ли звучит мелодия и так далее. Если они это внедрят, было бы очень хорошо. Можно сделать как в облитоне. Допустим, выбрал тональность, и отображаются только те ноты, которые можно использовать. И заключительный недостаток, самый важный, из-за которого многие не хотят использовать мюзикмейкер. Недостаток заключается в том, то что у мюзикмейкера есть бесплатная версия. Вы ее скачиваете, и вы с ней ознакомливаетесь. Да, некоторые функции у вас не работают, но здесь у меня вопросов никаких нет. Но, когда вы покупаете лицензию, вы сможете ее использовать только тогда, когда вы зайдете в свой аккаунт, и система определит, что у вас есть лицензионная версия. И это большой недостаток. И я считаю, что разработчики должны избавиться от этого. Почему еще мне не нравится данная функция в мюзикмейкере? Да потому что, допустим, я зашел в свой аккаунт. У меня по каким-то причинам не работает интернет. Да, у него есть этот автономный режим, что мы можем использовать мюзикмейкер дальше без интернета. Но, если по каким-то причинам мюзикмейкер зависнет, или он начнет глючить, то уже второй раз, когда вы зайдете без интернета, у вас активируется бесплатная версия. И весь ваш функционал, который вы использовали, он не будет работать. Я считаю, что для того, чтобы решить такую проблему, разработчики должны отделить бесплатные версии от платных. И тогда не будет такой проблемы. Да и вообще, я считаю, что вот эта цифровая версия, которая работает через интернет, это не очередь. И если по каким-то причинам там произойдут санкции, то возьмут, заблокируют тебе и все. Поэтому я всегда считаю, что там на дисках это было самое надежное. То есть ты купил диск, установил, все, твой секвенсер будет жить вечно, и никто ее от тебя не отберет. Я показал небольшие недостатки мюзикмейкера, и я очень хочу, чтобы разработчики подумали над этим и исправили все косяки, которые они здесь сделали. Вот такой у меня пилотный выпуск получился. Если вы хотите продолжение, или хотите, чтобы я заснял часто такие видео по поводу мюзикмейкера, то советую подписаться и написать в комментариях, что вас отталкивает в данном секвенсоре и почему вы перестали им пользоваться. А с вами был Аликс, всем удачи и пока.